У меня тяжело комментировать ход военных действий, потому что я же не являюсь высшим военно-политическим руководством, но у меня нет по этому поводу полноты информации. При этом, опять же, как городской голова миллионного города, я не хочу там рассуждать свои домыслы для того, чтобы народ не перенервничал и не переволновался. Тут надо идти по грубкому льду. Я могу сказать только одно. Исходя из последних тенденций, которые происходят, чтобы быстрее эту войну закончить, нужно прекратить срачи внутри страны и закручивание гаек, и пытаться объединять вокруг себя всех людей доброй воли. Мэров, депутатов, волонтеров, военных, простых людей, налогоплательщиков, бизнес, который это строит. Потому что для некоторых, мне кажется, уже война закончилась, то есть они начали заниматься разборками или зачисткой политического поля или медийного пространства. То есть у нас в стране демократия. Очень бы хотелось, мы вообще-то из-за этого воюем. Почему мы захлебываемся кровью? Потому что мы демократию отстраиваем, а не строим новую автократию. Вот и все. Поэтому вот это единственный рецепт, он универсальный. Объединять, а не разъединять людей. Все. Лугано, Днепр не стоял в особой повестке дня, потому что есть гораздо более пострадавший регион. Не знаю, Чернигов, Киевская область, Харьков, Сумы. Поэтому, наверное, было бы не совсем этично мне выпрыгивать из штанов и кричать «дайте, дайте», потому что есть гораздо более нуждающиеся территориальные громады. То, что я вынес с этой конференции, ну, во-первых, серьезные как бы связи, новые знакомства. Ну, а если так скажем, перевести это все в деньги, то есть сейчас мы ведем переговоры с одним донором, очень серьезным, который должен дать городу порядка там 5-7 миллионов евро на нужды беженцев. То есть мы сейчас оформляем документы. Дай бог, чтобы у нас получилось. То есть там вот такой был налажен контакт. То есть я считаю, что если нам удастся в результате этой конференции все-таки затащить город еще 7 миллионов евро, ну, это тоже совсем, скажем так, не зря съездил. Мы же сейчас, понятно, что живем совсем новой парадигме. Дерусификации, деколонизации. Поэтому однозначно нам надо максимально вопросы, связанные с лагедной именно конкретно украинизацией продвигать. Языковые клубы, куда никто никого не загоняет палкой. То есть есть соответствующие как бы механизмы. Более того, я вам скажу честно, эта идея у меня возникла не потому, что, ну, понятно, она у меня витала где-то в голове все, но ее очень хорошо вербализировал Александр Юрьевич Вилку. То есть он это, скажем так, придумал первый. Я ему позвонил, говорю, Сань, ну, классная идея, все, если что, там дашь свои наработки, все. Ну, то есть, скажем так, пальму первенства отдадим и кривому рогу. Ну, это особенности психологии. Причем эта психология, она присуща не только Днепрянам, но и вообще там жителям нашей страны. То есть народ всегда от себя отторгает, скажем так, худшие сценарии. Все мы где-то в душе надеемся на лучшее. То есть и не хотим даже допускать себе мысли о каких-то там трагических последствиях. Это такая система психологической самокомпенсации, защиты. Поэтому я знаю, что очень многие там подвергали критике мне это пост за то, что я написал там про сопливых детей и все остальное. Но это в том числе тоже такая была психологическая уловка. Знаете, вот надо было пробить эмоции людей. То есть пробить их эмоции. Потому что если я написал, вот, уважаемые граждане, пожалуйста, соблюдайте нудным каким-то канцелярским языком, это бы ни на кого не произвело впечатление. А так это произвело очень впечатление, заставило задуматься. Поэтому я никого не хотел оскорбить, я хотел, чтобы люди задумались. Причем опять же, ну, я понимаю, что люди сейчас требуют от власти чего-то, но они не могут требовать невозможного. Они не могут требовать невозможного. Я не могу на парусе выкопать или на Победе бомбоубежище. Когда там на глубине полтора метра уже вода. То есть я родился на Победе и видел, как строили этот жилмассив. То есть где я его выкопаю? Под водой бомбоубежище? И насколько это возможно? Плюс никто не понимает, насколько это технически сложно. Как это соответствующими должно быть обличено документами, МЧС, какие должны быть водоводы, дополнительные выходы, все. Поэтому, ну, понятно, что, опять же, народ перегрет, но очень многим кажется, что вот оно так раз и должно появиться. Но есть другие истории. Я же поэтому еще и говорил, то есть после последнего ракетного обстрела я специально объездил раненых и общался с ними. Но некоторые просто пострадали, услышали бам, подошел к окну, второй бам, все лицо расщищено стеклом, все тело порезано осколками, все. Но если ты слышишь бам, зачем ты подходишь к окну? Есть же правило двух стен, хотя бы. Все зависит от того, где я нахожусь, понимаете? То есть как бы условно, сейчас же, видите, в основном сирены, они по ночам. Поэтому, честно скажу, у меня есть возможность, с учетом того, что я живу в большом доме, то есть я сплю в подвале. И не потому, что я боюсь или еще что-то, но просто у нас даже есть история, ну, то есть она как бы понятна. То есть в один из первых ракетных обстрелов секретарю горсовета Санжари упал в дом вот такой осколок между крыльцом и автомобилем. Вот так крыльцо, вот так автомобиль, вот такой упал осколок вот такого размера. Это секретарь городского совета. Я же выезжаю на место каждого ракетного обстрела, я могу рассказать кучу всяких мистических историй. То есть заходит человеку во двор, он говорит, вот смотрите дырка в бетоне. Он говорит, тут типа спасатели вытянули вот такой осколок, все. Он говорит, ну для понимания, тут стоял мопед моего папы, папа сел на мопед, уехал и через 30 секунд в это место встрял осколок. Поэтому таких историй можно рассказать. Я понимаю, что есть разные ситуации, все, но элементарные правила, их нужно соблюдать. Смотрите, ну я же мнение свое не менял. То есть у кого есть возможность, да, у кого нет возможности, нет. То есть тут каждый принимает свое решение. Это решение лежит в области, скажем так, личного выбора. То есть тут мэр не может ничего насоветовать. Понимаете? Ну смотрите, я опять же не хочу думать о худшем. То есть я молю Господа Бога, чтобы в Днепре было все хорошо и более-менее стабильно, как сейчас. Но в Харькове была такая история. То есть вначале, когда наши русских отогнали от Харькова, народ вернулся, а те начали снова бомбить. И в результате я даже слышал мнение харьковчан, общался с Игорем, я имею в виду мэром Харькова. То есть народ проклинает, говорит, как это так? Нам сказали вернуться, мы приехали, а нам каждый день по нам садят из РСЗО и из артиллерии. А ну что же так не наездишься? То уехал, то приехал. Поэтому ситуация, она постоянно меняется, она динамическая. А где есть гарантия того, что русские будут теперь бомбить нас ракетами не раз в неделю, а раз в день? Никто же не знает, что у них в голове. В настоящий момент самое сложное управленческое решение, которое мы можем принять. И я сразу предупреждаю жителей города, что мы все склоняемся, что обучение будет дистанционным. Потому что если, не дай Бог, что-то прилетит и, не дай Бог, попадет в районе школы, я просто скажу так, что я не хочу нести за это моральный выбор перед Господом Богом. Поэтому мы как бы все больше к этому склоняемся, потому что, опять же, понятно, что мы можем сделать мешки, цокольные этажи, как-то перекрыть щиты и все остальное, но мы не обеспечим всех бомбоубежищами. А если несколько воздушных трех, как мы детей будем водить? Туда-сюда? То есть все равно учебного процесса не будет. А если детей выведут по дороге, кто-то потеряется или заблудится, или еще что-то. Ну, то есть это очень сильно осложняет не просто учебный процесс, но сделать его невозможно. Поэтому я думаю, что, к сожалению, подобного рода ситуация будет, наверное, везде по всей стране. Понятно, что отдали эту ситуацию новый откуп местного самоуправления, чтобы сбросить с себя ответственность. Но, поверьте, я же общаюсь со всеми мэрами, ситуация где-то плюс-минус одинаковая по всей стране. И с бомбоубежищами, и с возможностями обеспечить школы. То есть это же не значит, что мы где-то отдельно. То есть где-то чуть лучше, где-то еще хуже. Но уровень по палате, он где-то одинаковый. Люди как бы конструктивные, разумные, и которые понимают, что мы еще никого не победили, они склоки и дрязги прекратили. Основные склоки и дрязги сейчас начали заниматься депутаты местной фракции «Слуги народа». Зачем они это делают, я не знаю. Надо спросить у них. То есть в один момент они опять сорвались как сцепи, то ли они получили указания своих бенефициаров, потому что я не верю в то, что это политическое решение. Посмотрите, какая ситуация в областном совете. «Слуги народа» и «Пропозиция» ходят все в обнимку, все голосуют, коалиция, все вопросы решаются. «Слуги народа» в городском совете ведут себя как полные свиньи. То есть, соответственно, если было какое-то принято политическое решение на уровне партии власти, то тогда такая же была история и в областном совете, и в других. Такого решения я знаю точно нет. Поэтому, значит, они слушают в козивке, скажем так, не своих руководителей, а слушают в козивке каких-то своих бенефициаров. Может быть, тех, которые в начале войны убежали в Вену. Я разговаривал и с Леной Шуляк, руководителем партии «Слуги народа», доводил до ее сведений. Я говорю, Лена, вы посмотрите, это выглядит в глазах людей ну просто, во-первых, смешно, а во-вторых, странно. То есть, почему в областном совете «Слуги народа» и «Пропозиция» в коалиции, а в городском совете ваши депутаты устраивают постоянно хайп и несут какую-то ахинею по телевизору. Причем по одному телевизионному каналу, который, в принципе, известен всем и все знают, кто его собственник. Плюс я прекрасно понимаю о том, что история последняя с Корбаном, опять же, еще более перевозбудила каких-то моих, скажем так, откровенных недругов. Но я очень просто отношусь к этому. То есть, у меня, знаете как, пережили голод, переживем изобилие. То есть, я помню споры на мосты, я помню 300 уголовных дел. Поэтому мы переживем историю и с гражданством Корбана и все остальное. Вот так. Опять же, мне передают приветы, что мне какие-то уголовные дела начнут шить. Но я тогда просто сделаю очень просто. Я об этом сейчас могу сказать публично. То есть, я просто выйду на уровень страны и скажу, смотрите, я единственный мэр в Украине, у которого розыск в России, розыск в Белоруссии, а теперь еще сделайте мне розыск в Украине. Если вам скучно, можете меня завернуть в ковер и отправить в Следственный комитет Российской Федерации. И как это будет выглядеть? А потом я скажу второй тезис. Что мне сделали 300 уголовных дел, которые ничем не закончились. А теперь во время войны их опять начинают реанимировать? А как это будет выглядеть в глазах людей? То есть, пусть на это ответят те, кто это придумывает и кто это пытается проинспирировать. И все. То есть, у меня очень простая логика. И люди это видят. И люди это понимают. А те, кто это придумывает, они этого не понимают. Что в том числе подобного рода манцами, извиняюсь за жене, они подставляют президента. И размывают, в первую очередь, его моральный авторитет, не мой. А что касается истории, связанной с транспортом, ну это абсолютно объективно. И причем это болезненное решение оттягивали очень долго. Очень долго мы его оттягивали, но, к сожалению, когда такая цена на топливо, ну мы не в состоянии это все тянуть. Более того, я, опять же, не хочу народ пугать, но мы все должны приготовиться, что дальше будет только хуже. То есть, мы понимаем, что у нас с экономикой, мы понимаем, что у нас с гривной, мы понимаем, что у нас будет с отопительным сезоном. Поэтому, дай бог нам всем пережить живыми и здоровыми эту зиму. Вот так. Мы как бы общаемся с правительством, мы пытаемся как бы выработать какие-то механизмы, все. Но лучше не будет. То есть, мы все надеемся на лучшее, но должны объективно оценивать реальность. Представьте себе, у нас нет портов, у нас нет Мариуполя, нет ДМК, нет Ильича. А куда будут Криворожские ГОКи откружать труду? А когда они начнут останавливаться? Где будут работать десятки тысяч людей, которые там трудоустроят? И как бы Александр Юрьевич это сильно переживает, но объективно, то есть, даже если у него семь пядей во лбу, он не решит эту проблему. Понимаете? А оно все только дальше хуже и хуже. Поэтому, почему я говорю, что когда такие позитивные блогеры, типа Аля Арестовича, сидят людям, развозят розовые сопли, а те сидят, слушают это, открыв рот. Я просто считаю, что с обществом должен быть честный, правдивый диалог. А не так, что либо мы что-то делаем, потом делаем вид, что мы этого не сделали и отмораживаемся, либо пытаемся на едином телевизионном марафоне рассказывать какие-то сказки про белого бычка. То есть, людям надо объяснять, не надо ни паниковать, ни пугать их. Но, тем не менее, люди должны понимать, что может где-то, не знаю, вторую профессию приобрести. Или, я не знаю, может как-то переквалифицироваться. Или сократить свои расходы. Перестать тратить деньги ни на что-то. Не знаю, консервацию сделать на зиму. Понимаете? А нам все рассказывают, что вот завтра будет хорошо. Не, наверное, завтра будет хорошо. Но до завтра надо еще дожить. Но даже если мы выпьем русских на границе 24 февраля, в ВСУ же газ не закачает в трупы. Он уже по 2000 долларов за кубометр. И ВСУ не сделает. То есть, можно верить в ВСУ, но это несопоставимые вещи. Россия ведет войну на разных фронтах. Военных действий, энергетические, экономические, информационные. То есть, можно верить в ВСУ. И ВСУ это наши герои. И ребята делают все как надо. Но от этого не отменится русская пропаганда. Понимаете? То есть, они не закроют рот Соловьеву и всем остальным. Поэтому, когда у них мозаичное мышление, то есть, с людьми надо работать. Чтобы потом так не оказалось, что в один момент, когда у нас будут большие проблемы, и народ начнет, скажем так, возмущаться. Или задавать вопросы. А все скажут, а что же у нас не предупреждали? Проблемы с платежами. Причем, Михаил Александрович об этом говорит неоднократно. И я вам скажу так, что если народ не будет платить, то однозначно нам не за что будет работать. Понимаете? То есть, это раз. Плюс, смотрите, есть как бы, опять же, я не хочу рисовать апокалиптические прогнозы, но вот, знаете, говорят, что у нас сейчас есть деньги, но на самом деле денег нет. То есть, деньги виртуальны. То есть, я просто объясню сейчас простым, понятным языком. То есть, в настоящий момент у территориальной громады, условно, есть свободных миллиард двести. Которые мы не можем тратить на реконструкцию, на ремонт, потому что народ говорит, где детские площадки, то, все, третье, десятое. Но эти деньги находятся на едином казначейском счете. То есть, условно, в банке всеукраинском. Но только эти деньги есть, как запись. Но их нет. Потому что 6 июля не проводится ни одна проводка, кроме защищенных статей в государственном казначействе. Поэтому, если я завтра приду и скажу, дайте мне миллиард двести, я их положу в водоканал, потому что люди не платят еще что-то. Их физически нет. У нас то выплата внешнего долга, то еще что-то, то еще что-то. То есть, эти деньги виртуальны. И люди должны это понимать. Более того, нам не дают возможность, в том числе, даже ремонтировать дороги. Поэтому народ, когда возмущается, говорит, почему ямы. И мы не можем этого делать, потому что нам казначейство не проводит за это платежи. В этом топливном кризисе, опять же, много было глупостей, которые совершили люди за это ответственные. И реально можно было бы, скажем так, его не то чтобы избежать, но нельзя было, чтобы он не был настолько критичный. Я вам скажу, что мы с первого дня войны с тем же самым пресловутым Корбаном кричали на всех уровнях, что давайте рассредотачивать топливо. И я не буду говорить, у нас есть стратегический запас, я не скажу, где мы его прячем. С первого дня войны мы об этом говорили. Но после того, как русские начали стрелять по нефтебазам, все начали бегать и говорить, ой, они же стреляют по нефтебазам. А вы что, не думали, чтобы они будут стрелять по нефтебазам? Ну, то есть, это очевидные вещи. Я же говорю, вот видит Бог, то есть, я об этом говорил с первого дня. Я говорю, ребята, давайте все это как-то рассредотачивать, потому что они начнут разбивать нам инфраструктуру. Да, да, хорошо, молодец, без тебя разберем. Ну, хорошо, разбирайтесь. Ну, разбирались. Люди четко разделяют вещи. Я вам объясню, я даже делал соответствующее целую. То есть, они разъединяют между собой память о Великой Отечественной войне и, условно, памятники, которые имеют отношение к советскому прошлому, к коммунизации или вообще не имеют никакого отношения к городу. То есть, грубо говоря, если мы там, не дай бог, ну, не мы, а какие-то там горячие головы начнут там бегать возле памятника славы, ну, это даже не обсуждается. Но при этом, например, есть даже четкая социология. То есть, какое отношение у людей, как идет диверсификация мнений. Ну, например, условно, к Горькому, который никогда здесь не был, никакого не имеет отношения ни к Днепру, ни к Днепропетровску, ни к Екатерины Славу, все говорят, да, 300 лет в обед он нам сдался. Понимаете? Поэтому тут надо идти непосредственно, скажем так, от каждого конкретно взятого случая. А не так, что давайте все снимем или давайте все уберем и все остальное. Я бы там уже говорил. То есть, если мы говорим про Пушкина, понятно, что это имперский российский нарратив, везде и все остальное, все. Но, а, это памятник монументальному искусству, б, он имеет художественную ценность, и, в, жители города Екатерины Слава собирали на него деньги. И мы не имеем права, скажем так, на то, чтобы собирали деньги наши предки, взять это и разломать. И, г, Пушкин имеет отношение к Екатерины Славу, потому что здесь он находился, когда царь отправил его в ссылку. А если Пушкин стоит где-то в Мукачево, я считаю, что жители города Мукачево вполне имеют право его убрать. Все. Днепропетровская область по количеству внутренних перемещенных лиц вышла на первое место в стране. Мы обогнали уже Львовскую область. Это первая проблема. Вторая проблема, что, к сожалению, наши уважаемые сограждане все почему-то едут либо в областной центр, либо в Кривой Рог. Я понимаю прекрасно, что большие города, есть возможность инфраструктура, магазины, найти работу и прочее, но по состоянию, условно, на три дня назад у нас было 125 тысяч только официально в Днепре перемещенных лиц. Каждый день по 400-500 добавляется, мне докладывают. В Кривом Роге там что-то за 60 тысяч. Поэтому мы как бы начинаем чуть-чуть в этом ситуации провисать. Мы ничего не можем сделать до тех пор, пока не будет четкая государственная политика в отношении того, как распределение равномерно внутренних перемещенных лиц по стране. Как это делают, например, сейчас в странах Европы. Потому что в Покровске эвакуационный поезд, туда садится куча народа, две трети на железнодорожном вокзале Днепра выходят, и ни в Чоп, ни в Ужгород никуда не едут. И не во Львов. Выходят здесь. Логику людей можно понять. Во-первых, поближе к дому. Во-вторых, русскоязычный регион. В-третьих, как бы ментально более понятный. Но при этом, как бы по области никто не хочет особо там рассасываться. Все оседают в городе. Вот как-то так. Поэтому должна быть по этому поводу четкая государственная политика, как, например, в Швейцарии. То есть, если ты приехал временно перемещенный особо в Швейцарию, ты не можешь приходить и сказать, а я буду жить в Цюрихе. Потому что тут мне нравится. Тебя позовут в миграционную службу или в полицейский комиссариат. Скажут, смотрите, у нас сегодня есть свободные места в кантоне Цух. Пожалуйста, садитесь в автобус, едьте в Цух. И там, типа, занимайтесь своими делами. А я вам скажу, чем я руководствовался, почему я в том числе это сделал. Во-первых, это нужно помочь бизнесу. Потому что бизнес захлебывается. А во-вторых, с учетом того, что у нас идет рост НДФЛ. Почему? Потому что в городе размещено большое количество военных. У них высокие зарплаты. Соответственно, если они приписаны к городу, это как бы идет наполнение с другой стороны городского бюджета. И я думаю, что у нас где-то мы скомпенсируем, выровняемся. То есть мы в земельном налоге потеряем, в НДФЛ как бы приобретем. Где-то выйдем на те же самые показатели. А третье, это то, о чем я говорил. То есть с учетом того, что у нас вроде как есть деньги, но их нет. Потому что они где-то находятся в государственном казначействе. Нам никто им не дает пользоваться. Так тогда пусть случайно остается у предпринимателей. То есть какой смысл с людей собирать деньги, которые мы потом отправляем, а их все равно нет. К нам переехало несколько предприятий, в том числе из Дружковки, из Харькова. Смотрите, у нас-то нет особых механизмов. То есть мы же не можем давать кредиты какие-то беспроцентные или еще что-то. То есть мы можем только, скажем так, вводить за руку. То есть у нас есть ряд крупных промышленников в городе, которые имеют, скажем так, избыточные производственные площади. Поэтому, когда к нам кто-то хочет релацироваться, мы их коммуницируем с людьми. Условно, там у него завод, но при этом там на заводе 10 цехов, из них 3 пустуют. Состыковали, раз, те переехали и как бы там уже сидят на новом месте. Вот так. Плюс, понятно, что мы помогаем там с оформлением документов и все остальное. Где-то в какой-то степени с расселением. Потому что переезжаешь не только в производстве, переезжают трудовые коллективы. В бухгалтерии и те, кто непосредственно принимают участие в производстве. Но опять же, это все на личных контактах и инициативе. Потому что, ну а что мы можем сделать в этой ситуации? То есть у нас нет для этого, скажем так, механизмов. Но тем не менее, когда люди видят, что нас это интересует и мы готовы идти навстречу, они как бы с благодарностью принимают эту помощь, любую помощь. И мы в этом опять же тоже заинтересованы, потому что это рабочие места. И надеемся, что после окончания войны они у нас останутся. И опять же, это аналогия. С женой, дочкой как бы, ну общаемся мы по телефону каждый день, безусловно. Вот так вот. Дочка приезжает периодически в Украину. Ну совсем недавно вот она была, а сейчас опять собирается. То есть, например, даже волонтерила в Буче, там завалы какие-то разбирала и все остальное. Как-то так. Я очень люблю своих собак, поэтому это для меня такая психологическая душа. То есть я с ними разговариваю. Причем иногда с собаками можно разговаривать глазами, не обязательно разговаривать ртом. Вот так.